Из Усть-Катава срочно эвакуировали мужчину, который получил ожоги почти всего тела. Южноуралец поругался с женой, а после на нем загорелась одежда. Состояние мужчины оценивалось как крайне тяжелое. Было принято решение о лечении в Челябинске. Под непрерывным наблюдением врачей экстренная транспортировка пострадавшего была проведена на вертолете сотрудниками Национальной службы санитарной авиации. Подготовку и маркировку посадочной площадки для вертолета, а также обеспечение безопасности во время погрузочных работ обеспечили спасатели Усть-Катавского отряда. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мертвого мужчину. Трагедия случилась в Кунашахском районе. Когда сотрудники МЧС приехали на место, частный дом уже был окутан пламенем. Предварительная причина – замыкание электрического чайника. К сожалению, спасти жизнь хозяину дома не удалось. Его обнаружили мертвым. В Снежинске случился пожар на улице Мамина Сибиряка. Возгорание затронуло 60 квадратных метров. На территории горели постройки, которыми никто не пользовался. Четыре службы пожарных и 17 единиц личного состава работали на месте. Причины инцидента выясняются. Пламя осветило всю округу. Автосервис сгорел в Челябинске. Пожар случился на улице Индивидуальной. По какой причине вспыхнул гараж из профнастила, выясняется. Благо, никто не пострадал. Из-за короткого замыкания сгорела баня. Пожар случился в селе Корсы, что в Троицком районе. На место выезжали спасатели. Потушили пламя и не допустили распространения огня. Предварительная причина – это короткое замыкание электропроводки. Продолжение следует...